Через весь юго-восток Австралии тянется грандиозное оборонительное сооружение, аналогов которому нет в мире. Этот забор на 600 километров больше Великой Китайской стены. Его регулярно обходят хорошо вооруженные патрули, а на обслуживание и ремонт ежегодно уходят огромные суммы денег. Высотой этот забор около 2 метров и общей протяженностью более 6000 километров. Всем привет! С вами Финни Мор. Есть несколько вопросов, которые я с удовольствием задал бы людям, живущим в Австралии. Какие правила перелета действуют на территории Австралии? Можно ли местным заходить за заборы? Можно ли путешествовать по Австралии в любом направлении? Почему на картах распределения температуры южная часть Австралии более теплая, чем северная? Хотя по логике все должно быть наоборот. Но если перевернуть материк наоборот, все становится на свои места. А теперь самый главный вопрос. Зачем поставили такие заборы на материке Австралии? Какую загадочную территорию скрывают от всех? Кто живет на самом деле в Магеллане Конера Австралис, помимо толпы диких кроликов? Увы, нигде и ни при каких обстоятельствах пройти этот забор без специального пропуска не удастся никому. За попытку пересечь эту преграду самостоятельно вам выпишут огромный штраф или вовсе посадят надолго в тюрьму. Но это далеко не все странности, которые происходят в Австралии. Многие помнят историю о том, что кролики заполонили Австралию, принося немалые проблемы сельскому хозяйству и местным видам животных. Оказалось, что у кроликов в Австралии почти нет естественных врагов. Для того, чтобы предотвратить их массовое распространение, австралийские власти даже соорудили якобы эту самую стену. Но о том, чем закончилась эта борьба с пушистыми зверьками, мало кому что известно. Оказывается, проблема не только осталась, но и размножилась до гигантских размеров. В Австралии почему-то не работает природная пищевая цепочка. Преподавателям приходится краснеть и хоть как-то выкручиваться. В Австралии есть собаки-динго, но почему-то они отказываются напрочь строить эту цепочку. Явный саботаж налицо. По оценкам специалистов, сегодня кроликов в Австралии не менее 600 миллионов ушастых голов. Чтобы пищевая цепочка заработала, в Австралию специально были завезены лисы. Но те не захотели есть быстрых и физически крепких местных кроликов, а переключились на медлительных животных аборигенов. И даже научились лазить по деревьям. Кроме кроликов, в Австралию завезли и любимых всеми нами кошек. Часть из них, естественно, была брошена хозяевами и со временем просто одичала. И тут оказалось, что у кошек в Австралии тоже почти нет естественных врагов. Они невероятно размножились, и сегодня их примерно 20 миллионов диких кошек. Кроме того, в качестве вьючных животных в Австралию были привезены верблюды. С развитием транспорта они стали не нужны. Многих отпустили просто на волю. И тут оказалось, что у верблюдов в Австралии тоже почти нет естественных врагов. Они сильно размножились, и сегодня их численность приходится сокращать искусственно, расстреливая их с вертолета. Ужас какой-то, это Австралия. Неизвестный любитель рыбы завез карпов и сазанов в реке Австралии. И тут оказалось, что у карпов в Австралии тоже нет естественных врагов, и они тоже сильно размножились. Но вы поняли, скорее всего, эту тенденцию. Чтобы не завезли в Австралию, оно там обязательно очень сильно размножается, так как практически нет ни у кого в Австралии естественных природных врагов. Можно было бы использовать эту особенность, возобновляя таким образом популяцию исчезающих видов животных, птиц, насекомых и рыб на планете, размножая их в Австралии, а после перемещая в родные места обитания. Но мы давайте пойдем дальше. Какой-то любитель аквариумных рыбок завез золотых рыбок в Австралию, а кто-то, видимо, сильно пожалел их и выпустил на волю в реку. И тут оказалось, что у золотых рыбок в Австралии почти нет естественных врагов. Мало того, что они размножились, так они еще и выросли до гигантских размеров. Далее, какой-то умник завез в Австралию жаб ага. Они были завезены с целью борьбы с вредителями сахарного тростника. Предполагалось, что жабы выступят как экологически чистый заменитель пестицидов. И тут оказалось, что у жаб ага в Австралии почти нет естественных врагов. Неимоверно размножившись, жабы принялись поедать всю доступную добычу, не обращая особого внимания на первоначальную цель – вредителей. Но что же дальше? Не так давно в Австралию случайно завезли желтых сумасшедших муравьев. Их название о многом говорит само за себя. Уверен, у них в Австралии тоже почти нет естественных врагов. Поэтому ждем дальнейших новостей. Вернемся к нашему забору, вернее к официальной версии. Звучит оно примерно так. Это специальное ограждение общей длиной больше 6000 км, построенное в прошлом веке. Местные власти уверяют всех, что это гигантский забор спроектирован всего лишь для защиты местной фауны от диких кроликов, кошек, собак, жаб и лисиц, чья огромная популяция стала просто национальной бедой для австралийцев. Как по мне, эта официальная версия звучит как-то не очень убедительно. А что думаете вы об этом? Простым смертным вход за периметр огражденной территории строжайше запрещен. Об этом хорошо известно всем местным. Неужели австралийские кролики, кошки, собаки, жабы и лисицы настолько опасны для человека, что двухметровое ограждение охраняется хорошо вооруженными патрулями? Особенно шатко официальная версия звучит на фоне того, что на самую длинную ограду в мире регулярно выделяются миллиардные средства из бюджета страны. Более того, этот забор, который протянули через весь австралийский континент, усиленно охраняется. Повторюсь, простым смертным вход за периметр этой огражденной территории строго-настрого запрещен. Чтобы подтвердить или опровергнуть собранную информацию об этом загадочном континенте, мне удалось найти бывшего уроженца Кировской области, переехавшего 8 лет назад в Австралию, город Таунсвилл. Я связался с ним, благо еще пока в мире существует интернет, чтобы хоть немного, хоть как-то прояснить эту ситуацию. Вот небольшой фрагмент его рассказа. Я переехал с семьей в Австралию 8 лет назад. Мы поселились в городке Таунсвилл на восточном побережье. Пока первый год мы обустраивались, я ничего странного в местной жизни не замечал. Тихий, спокойный город, приветливые соседи, хорошо оплачиваемая работа, почти никакой преступности, живи и радуйся. Странности начались на второй год, по крайней мере, я их начал замечать по нарастающей. В первый отпуск мы с семьей решили путешествовать по самой Австралии своим ходом, так как приобрели хороший трейлер, почти дом на колесах, со всеми удобствами. Друзья рекомендовали ехать вдоль побережья в сторону Сиднея, куда проложена комфортабельная трасса. Но мы решили проехать вглубь материка, в какой-нибудь национальный парк, чтобы посмотреть экзотическую природу Австралии и ее необычный животный мир. Знакомые нас стали отговаривать, заявляя, что автомобильным ходом мы там не проедем. Да и до этих парков есть только авиационное или железнодорожное сообщение. Мы их не послушались и поехали на запад через весь материк дикарями. Привыкли так путешествовать в России, отправляясь с друзьями на автомобилях к Черному морю летом. Первые странности я заметил, отъехав от нашего города всего километров на 30. Ранее оживленная трасса вдруг стала постепенно полностью пустая. Едем несколько часов, дорога пустая. Начинаем подъезжать к какому-нибудь поселку, из ниоткуда вдруг появляются машины. Отъехали немного дальше, опять пустота вокруг. Когда въехали в зону полупустыни, то асфальт вдруг резко закончился и пошла грунтовка, хотя на картах показывалась асфальтированная федеральная трасса. Я сначала подумал, что заблудился, но навигатор уверенно показывал, что мы едем правильно. А дальше, дальше пошли заборы и изгороди, сверху натянутой колючей проволокой. Каждые 5-10 километров приходилось останавливаться, чтобы открывать, а после закрывать за собой ворота, преграждающие нам путь. Я читал когда-то, что это якобы территория для выпаса овец, но на протяжении многих миль мы не видели ни скота, ни людей. Дальше дорога стала еще ужасней. Было такое впечатление, что по ней никто и никогда вообще не ездил. На второй день нашего странного путешествия нас остановил конный патруль из двух вооруженных егерей, которые заявили, что мы уже нарушили кучу местных законов, проехав через несколько частных владений. И вторглись мы теперь на закрытые федеральные земли. Я им попытался показать дорожную карту с нашим маршрутом и навигатор, но они выписали нам постановление о штрафе и сказали немедленно поворачивать обратно. Если мы не согласимся повернуть, им тогда придется нас попросту арестовать. Так и закончилось наше двухдневное путешествие по Австралии своим ходом. Побеседовав со знакомыми по работе, я понял, что просто пересечь Австралию на автомобиле, увы, невозможно. Тебя обязательно развернут военизированные подразделения, если у тебя нет никакого специального пропуска. Только на самолете или поезде, и то по определенным проложенным маршрутам. Далеко отъезжать от городов так же негласно вообще не рекомендуется. За семь лет проживания здесь я так и не увидел настоящей Австралии, не считая Сиднея и нескольких городков на нашем побережье, куда проезд разрешен. Местные это объясняют тем, что законы тут строгие, насчет частной собственности и охраны природы. Поэтому так трудно передвигаться. Но мне кажется, что-то тут намного больше. Иногда я думаю, а есть ли Австралия вообще? Или это какая-то закрытая резервация? Как-то раз в баре я познакомился с потомственным австралийским аборигеном. Странно, но они вообще не работают и живут припеваючи, на свои солидные пособия по безработице. Он мне рассказал интересную легенду своих предков. Раньше, когда белые, то есть мы, еще не приплыли на их священную землю, то никаких заборов не было и жили все свободно, и ходили куда хотели, даже в снежные земли. На мой вопрос, что это за территории такие, он ответил, что если идти долго на юг через пустыню, то попадешь к ледяной стене, за которой находятся бескрайние снежные просторы, где обитают снежные боги. Когда умирал вождь племени, то его уносили на эти земли и закапывали в снег. Иногда оттуда приходили боги, белые высокие люди с белыми волосами. Они лечили больных, учили нас всему, давали семена растений. Мы им взамен ловили разных живых животных, и они потом уносили их с собой в больших прозрачных шарах. После этого разговора я задумался, а может нас не пускают куда-то, куда раньше ходили эти аборигены. Сейчас много обсуждается, что Австралии как таковой нет, в виде отдельного материка, а это всего лишь небольшое продолжение Антарктиды. На первый взгляд звучит, конечно, бредово, но вот я, живя здесь уже не первый год, стал все чаще задумываться об этом. А может, это вовсе и не бред. Я нашел в своем городе несколько единомышленников. Мы собираемся попытаться прорваться к южному побережью. Сейчас прокладываем безопасный маршрут и ищем местного проводника-сталкера. На закрытых австралийских форумах можно встретить рассказы таких сталкеров, побывавших на тех, скрытых от всех южных территориях. Они рассказывают очень странные вещи о заброшенных городах-призраках, о проходах в Антарктиду, о том, что солнце там может стоять в одной точке несколько часов, а потом резко взять и уйти за горизонт. Луна также может резко приблизиться и стать во много раз больше или взять и внезапно превратиться в обычный месяц. Самое странное, то, что небо там не голубое, а темно-зеленое. Интересно, но Австралия разграничена еще и более мелкими заборами высотой около двух метров. Это что, кролики такие большие? Причем в некоторых местах встречается и тройной ряд крепкого ограждения. Если посмотреть на карту Google, то вся Австралия разделена практически пополам. Любопытные туристы, которые пытаются прорваться за периметр, нарываются на серьезные проблемы, начиная с огромных штрафов до реальных тюремных сроков. Что? Кролики настолько опасны? Любопытная деталь, но в южной части Австралии есть заснеженные горы и снега в них намного больше, чем выпадает в европейских Альпах в пик горнолыжного сезона. На старинных картах Австралия Тера Австралис обозначена как область суши, составляющая единое целое с Антарктидой. У местных австралийских старожил существует даже легенда, что в незапамятные времена проход по этой территории был свободным. И все желающие могли беспрепятственно отправиться в путешествие до мифической ледяной стены Антарктиды, за которой якобы находится продолжение Земли. Любопытно. Не материк Антарктида, а Антарктида название ледяной стены. Очень любопытно. А вы что думаете об этом? От нас действительно что-то скрывают? Австралия это и есть Антарктида? А Антарктида просто ледяная стена? Австралийские кролики действительно так опасны для обычного человека, что была построена специально гигантская стена больше двух метров высотой, с колючей проволокой и военными патрулями. Странно все это? Очень странно. Если вы живете в Австралии и вам есть чем с нами поделиться, пишите мне в личку в соцсетях или на почту. Анонимность гарантирую. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.